Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешу, чтоб цифры бежали. Начитываем новый завет с толкованием блаженного фофилакта по нашему трехтоннику изданному, в котором полностью дается толкование и на откровение. Это впервые за 2000 лет вышло в одном издании вместе с откровением. Здесь же у нас раскрашенные гравюры Гюстава Доре, 230 картин, считает Никита Колесников. Евреям, 5 глава, 7 стих. Он в одни плоти свои с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Днями плоти его обозначает время жизни его во плоти. Это не значит, что ныне он сложил в себя плоть, ни в коем случае, ибо он имеет ее, но плотнее тленную и стоящую выше ее плотских и безвинных страстей, голода, жажды, утомлений и тому подобного. Это место апостол заимствовал у Давида, который в 114-м псалме говорит «Буду призывать его во все дни мои» Псалом 114-2. Весь этот псалом апостол отпустит ко Христу. Это сказано о плоти. Ибо как Бог, Он не нуждается в этом. Но допустим, что Он и молился, но без сомнения и не с воплем и не со слезами, ибо это не свойственно Богу. Но должно бесспорно отнести к человечеству единого Христа, чтобы с одной стороны показать истинность воспринятого естества, а с другой вместе с тем и попечение о нас, и явить избыток любви. Ибо за нас Он молил об этом, приняв наше естество, чтобы подавить в самом себе боязнь нашего естества перед смертью. Потом обрати внимание, что нигде в Евангелиях не написано, «Чтобы Он молился воскресенье». Но напротив, Он явно говорил со властью, «Разрушьте храм все и воздвигну его». Иоанна 2.19. «И власть имею опять принять душу мою». То есть никогда Христос не говорил, «Отец небесный, воскреси меня». Он говорит, «Я воскресну». Евреям 5.8. «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию». Толкование. И это по причине плоти и немощи слушателей, ибо у них еще не было надлежащего понятия о нем. Мысль здесь следующая. Таково было благоговение Его, что то, что Он был услышан, было более делом Его благоговение, чем благодатью Божией. И за это почтил Его Бог и вынял Его молитве. Хотя как Сын Он и имел к Нему естественное дерзновение. Настолько было велико Его благоговение и достойно почтения. Поэтому не унывайте, имея Господа, Которого выслушивает Отец. Итак, о чем вы не попросите Его исполнить для вас? Так, об этом и сам Христос в Евангелии говорит ученикам. «Ибо Отец Мой более меня» Иоанна 14, 28. «И о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам» Иоанна 16, 23. «Привык, говорит, повиноваться Богу Отцу, научившись всему путем страданий. Кажется просто невероятным то, что здесь говорится. «Ибо каким образом научился послушанию через страдания тот, кто до страданий настолько был послушным Отцу, что и сами страдания воспринял вследствие послушания?» «Ибо, говорит, был послушен даже до смерти» Филиппийцам 2, 8. «Итак, понимай, что так как они, как малодушные, оказывались непослушными, то он говорит уничиженные о Сыне Божием, чтобы таким состоянием его убедить их повиноваться и оказывать послушание воле Божией, и чтобы они не падали духом в несчастьях, но ожидали бы помощи свыше». Понятно как. Так как они, как малодушные, оказывались непослушными, то он говорит уничиженные. Чем вызвано, что такое состояние? Плакал, ему это не надо Христу. Он это показал по естеству человеческому. «Причина какая указывается?» «А здесь еще написано все. Тут рассуждение-то глубинное должно быть. А мусульмане на этом играют. Вот вы подставили там пацаненка какого-то, а вы что, считаете, что Христос Бог, там какой-то имам стоит, а толпа вокруг мусульман?» Ну, мальчишка говорит, да. «Ну, а Бог все знает?» «Ну, если Бог так знает все. А как же у Марка написано? Говорит, и сын не знает. Ну, я не знаю тогда, все ха-ха. То есть подставленный свой там мусульманин стоит, видимо, и говорит, да. Он бы ему только отметил, что по человечеству и по божеству это разные вещи. По человечеству он не знает. По человечеству он говорит, «Да минует меня щаше себя из-за страха плоти, естества человеческого». Мы сейчас прочитали. А по божеству говорит, «Да будет воля твоя, Отец Небесный». Но они подстава-то это не говорят. Отец говорит, «Ха-ха». Хорошо смеется, кто последний смеется. «Ибо, говорит, и сын, претерпевший страдания за послушание, был услышан отцом, и душа его была избавлена от смерти. И с того времени он постоянно научился повиноваться Богу, так как послушание имеет большую силу. И так, если он получил пользу от страданий, то тем более вы можете получить. Видишь ли, как апостол Павел ради пользы слушателей дошел до того, что, казалось бы, говорит нечто несообразное». Евреям 5.9 «И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Толкование. И так, совершенство достигается путем страданий. «Для чего же вам негодовать на бедствия, которые вас совершенствуют? То есть не только сам спасся, но и другим доставил спасение. И не временное, каково в войнах, но вечное. Для кого же послушных ему? Кем же вы являетесь непослушными? Как же вы являетесь непослушными и подвергаетесь опасности лишиться спасения? «Видишь ли, что всей этой речи апостолам придан такой вид вследствие малодушия слушателей? Кроме того, усматривай, и здесь возвышенное. Ибо, говорит, сделался виновником спасения, что свойственно Богу. Ибо нет никакого другого, кроме Бога, виновника такого спасения». Евреям 5.10. «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Толкование. «Так как, говорит, он пострадал, принесший себя самого жертву, то за это наречен первосвященником. Сверх того, хотя он принес в жертву и кровь, однако не по чину иудейских первосвященников, но по чину Мелхиседека. «Ибо как тот не был помазан человеком, так и Христос, но Богом, через единосущного ему Духа. Как тот не приносил требуемых законом жертв, так и этот, тот царь, так и этот, и в бесчисленном другом». Евреям 5.11. «О всем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать». Причина-то, что трудно. Какие доказательства? А ты не способен слушать, ничего не сделаешь. Иисус говорит на родном языке, «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что вы не хотите». А не хотите, все заперто. Христос их не мог убедить. И сегодня никакие доводы человека не может отвлечь. Если он полюбил ложь, он во лжи утонет. Самая маленькая ложь потянет на дно. Даже услышал бы, столько людей нет оправдания, все лживо, а я один праведный. Как так? Так не бывает. Страшный грех, ложь. И они верили этой лжи. Им говорили, что он такой-то плохой силой князя Бесовского Вильзиула. Они в это верили. Видели чудеса и перетолковывали. Полкование. Не спи. Я не сплю. Намереваюсь говорить... А что ты говоришь? Вот зараза какая. Ничего не могу. Сколько уже два года и... Намереваясь говорить о преимуществе священства Христова, он заранее облегчает слушателей, указывая, что по младенчеству их он высказал столь уничиженной Христе, занялся учением о плоти Христовой. Ведь если бы они не были немощными, он давно бы напомнил им о более возвышенном. Вот оно. Вследствие вашей слабости, говорит, является труднообъяснимым для вас учение о том, каким образом Христос есть первосвященник по чину Милхиседекову. И так как вы не разумеете, то поэтому я не могу вполне объяснить вам. Так Коринфянам говорит, что не может беседовать с ними о духовном, так как в них споры и разногласия. Первое Коринфянам 3.3. Почему и именуют их плотскими? То есть люди, которые спорят, это плотские люди. Он не может духовное понять. И плотское запечатано. Павел говорит, а вы не способны. Христос говорит и говорит, вы не хотите слышать-то. А раз не хотите, а доводы есть? Никаких доводов нет. А какие доводы? Когда прямо было сказано, что вас ставит Господь, как меня, Моисей говорит. И вот слушайте. 18.15. Таразакония. А так, как у этих невежеств происходило от скорбей, то их он называет не плотскими, но немощными. Сказав, сделались, он показывает, что они были некогда здоровыми, а после сделались такими. Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Помощь! Евреям 5.12. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Толкование. Обличение соединяет с похвалой, говоря, что вы должны быть учителями и для других. Здесь он показывает, что они уверовали уже давно и слышали о таинствах. То и другое достоинство похвалы, если бы только они не родили. Время, говорит, делает более сильными. Вы же, будучи избавлены, напрасно потратили его. Началами и называют учение о человечестве Христовом. Ибо, как во внешних науках, прежде всего, должно изучить письмена, так и здесь, в Слове Божьем, прежде должно узнать учение о человечестве Христовом и освоиться с учением об уничиженном состоянии его. А потом должно приступать к учению божественности, требующим более совершенного разума. Вот, ты совершенно ясно понял от самого Павла, по какой причине он занимается беседами об уничиженном. А о чем-нибудь возвышенном говорит редко. И этим он делает снисхождение к немощи слушателей. Вот и это послание переполнено мыслями об уничиженном. Если же есть в нем возвышенное учение, то оно кратко. Не сказал, что имейте нужду. То есть молоко необходимо вам по естественным причинам. Примещение редактора. Но сделали, стали такими. То есть вы сами довели себя до такого состояния. То есть молоко снова вам необходимо, потому что вы не смогли, разучились, принимать твердую пищу. Примещение редактора. Добровольно сделавшись такими. Молоком он называет упрощенное учение и здесь, и в послании к Коринфянам, 1 Коринфянам 3.2. По твердой же пище разумеют более совершенные, возвышенные учения. Посему, говорит, теперь не должно вносить того, что было под законом, и не должно делать сравнение с теми священниками несравнимого Христа. Или как в том отношении, что он первосвященник, так и в том, что он принес жертву, и в том, что он молился с воплем и коленопреклонением. Однако, так как вы питаетесь этим, то я предлагаю и это. Заметь, что то, что для нас теперь неудобо-приемлемо, тех тогда питало, и что Слово Божие есть истинная пища. Ибо пошлю на землю жажду слышания слов Господних. Амос 8.11. Комментарий Игнатия Лапкина. Во всех наших разговорах, свидетельствах перед миром о нашей вере, нужно помнить, что самое главное, что оправдывает произнесение звуков, что не будет в них грех никогда. Это свидетельство о Христе. Не мудростью свою книжную щеголять, но показать величие образа Христа, его голговской жертвы, его страданий, его любви. 1 Коринфянам 2.2. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Слове Божием прежде должно узнать учение о человечестве Христовом и освоиться с учением об уничиженном состоянии Его. Наша речь, мысли выражаются в написанном. От этого отречься намного труднее. Хотя бы раз в жизни задайтесь целью проверить, в чем живет современное православие, о чем говорит и пишет, о чем старается, на что тратится. Тратится. Да, отеца. Если ответить кратко, то можно ответить так, на что угодно, и даже на внешнее благочестие, на удовлетворение внутренних духовных запросов православной души, но только не на Слово Божие. Мы должны не просто ставить поклоны и кресты, притом как можно больше, не просто совершать крестные ходы, притом как можно больше, не просто праздновать крестовоздвижение и совершать поклонение животворящему кресту, но нужно прежде всего во всем видеть свидетельство о страдании Христа. «И читая Библию, изучая ее, благоговея перед нею, нам в Слове Божьем прежде должно узнать учение о человечестве Христовом и освоиться с учением об уничиженном состоянии его». Евреям 5.12 «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в Слове правды, потому что он младенец». Толкование. Правда здесь он называет или образ жизни совершенно исправный, говоря как бы так, что несведущий не искусен в Вышнем Любомудрии и не может вести высшей жизни. Этого требовал и Христос, говоря, «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев» Матфея 5.20 «Или правды его называют самого Христа, говоря так, «Тот, кто причастен к уничиженному их учению о плоти, не принимает возвышенного и достойного Христа учения, так как он младенец и не способен принять его». Евреям 5.14 «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства, навыкам, приучены к развлечению добра и зла». Толкование. То есть возвышенные догматы о божественности Христа. «Видишь ли, что есть другое младенчество, мысли, которые имеют и старцы, и есть совершенство, иметь которое ничто не препятствует и юношам?» Навыком он называет совершенство и твердость образа мыслей в нравственной жизни. Кто тверд по образу мыслей и по жизни, тот имеет и чувства души, приученные путем упражнения в божественных писаниях к различию, с одной стороны, возвышенных и низких учений, с другой здравых и извращенных. Не о жизни говорит он здесь, ибо всякий различает ее и знает, что зло дурно, а добродетель благо. Видишь ли, что необходимы обучение и упражнения и опытность в писаниях, если мы намерены различать, что еретическое и что не таково, а не просто ко всему склонять слух, ибо гортань вкушает пищу, а душа испытывает учение. Маленька, смотри, что ты ешь, чужую блевотину сглатываешь и не понимаешь даже, задыхаешься, а я на этом стою, ну, значит, потеряно чувство вкуса, отбито это. Когда уже вся история все показала, без Христа нет жизни, я доказываю тебе уже, ну, что-то надо доказывать, даже языческий понимал, что таких жен нет ни у кого, как у христиан, Ливан, учитель, язычник, и он видел это и выразил это и написал. Вот, смотришь документально, как там какой-то капитан или майор Гаврилов остался в крепости, и теперь один, почти две недели там бился, наконец его убили, убили, и немецкий генерал повелевает салют ему дать, салют, так его не убили, оказывается, он живой остался, в госпиталь поместить, а солдат домой пишет, ну не солдат, а какой-то лейтенант, и говорит, как так, вражескому солдату, да советский никогда не будет никакой счастья оказывать, он говорит, вот так сражайтесь, и тогда тысячелетний рейх будет, а так ничего у нас не будет. Сравнить ее в 12 глава, 11 стих. Комментарий Игнатия Лапкина. У многих священников, даже у рядовых прихожан, есть толкование блаженного феофилакта. У православных принято за установку, книга отдельно, а я сам по себе. То есть, читанное из Библии в жизни никак не притворяется. Но если предположить, что они дочитают до этого места, и глаза становятся на этих выделенных словах, необходимы обучение, упражнения и опытность в писаниях, то какова будет дальнейшая реакция читателей. Если они признали, что блаженный феофилакт не сектант, не еретик, не баптист, то значит легко предположить, что он был сосудом Духа Святого, что в действительности и есть. Значит, после прочтения этих слов необходимо обучение, упражнения и опытность в писаниях, как бы непосредственно слышанных от болгарского архипасторя в его храме, нужно сразу же собрать всех домашних, открыть Библию, которая и есть в Писании, ибо ничто другое не называется в Священной Писании, и начать читать, записывать и заучивать. Записывать и заучивать. Вот это твердокаменность от того, что не записывает и не заучивает. Что не говорит, все, ушло. Записывать надо. Когда занятия идут у человека раз на другой, еще дома конспект прочитает, и тогда он будет веровать, как должно. Где это записано? Тут у нас католичка одна молилась, и она все время стояла с молитвой словом, называется Аразарий. Она следила, а православные стоят, вот еще с книжкой своей стоит, она там маленькая, молитвенник. Так и должно быть, потому что слова не понимаешь, параллельно напиши русские слова, или там как раз уж перевести не могут. И дальше. Нужно сразу же эти слова соединить со словами Христа Спасителя. Иоанна 5,39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. С этими словами вполне согласуются слова Феофилакта. Необходимы обучения, упражнения и опытность в Писаниях. Что я сказал? Какое мое толкование? Покажи, где? Я одну и ту же фразу вбиваю. Я когда начинал готовить к зданию, только думал, Господи, покажи мне, где эти места о любви к Писанию и где говорится о проповеди, о необходимости идти в мир и благовестствовать у Хрифилакта. И вот мне Господь позволил найти этих мест 297. Это еще не все. Ну, такие прям ярко бить. Я их повторяю несколько раз вдалбливаю. Ну, и спрашиваю. Действуют? Очень действуют. Священник говорит, у меня Библия есть и Блаженов и Филакты здания патриархийные. Стоит в руки не брал. А тут начал бить мне по мозгам это все. Вначале маленько шевелиться. Жене считают детям. Один говорит, я только где вижу ваши там комментарии, стараюсь перевеснуть, чтобы даже не видеть. А другой говорит, священник, я считаю, думаю, ну где следующее-то? Как будто пришли фильмы смотреть. То есть на всех никогда не угодишь. Евреям 6 глава 1 стих. Посему оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенствам и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога. Толкование. Выше сказал, вы ослабели, вы стали младенцами и дошли до такого состояния, что вам нужно снова учиться первоначальным основанием веры. Посему теперь и говорит, что вам должно наконец размышлять как совершенным и превзойти слово начала Христова, то есть первые начала веры, и устремиться к совершенству, то есть быть восприимчивыми к более возвышенному. Или еще можешь понять это в таком смысле. Так как казалось, что они хромали в отношении поведения, то теперь говорит им о жизни безукоризненной. Как бы так говоря, не должно вам всегда вращаться около начала, то есть поучаться в вере, подобно новообращаемым, но должны стремиться и к совершенству, то есть к лучшей жизни, ибо совершенен тот, кто вместе с верой проводит и жизнь правую. Ведь вера начало и основание, и без нее ничего невозможно сделать. Как и без букв нельзя знать грамоты, однако как нельзя постоянно заниматься одними буквами, так нельзя постоянно быть наставляемым в вере, подобно младенцам и несовершенно. Время-то идет, да я недавно уверовал, я говорю, а сколько, да три года, так три года это же много, а другой и больше, за это время можно университет окончить было, если бы все время считал да записывал, у нас такие люди были, даже фотография в коридоре висит, сидят в университете, занятия один пишет все, а другой сидит подперся щекой, он такой и остался, он не записывал, он ходит, он принял крещение, но дальше у него не идет, и они с соглашенными все время выходят, выходят с соглашенными 10 лет, и ему даже нужды никакой нету, а сам по себе человек и на помощь стремится, и все, внутренне нет огня, нету ему, ему все равно, а другой записывают, кто не был на занятии в университете, пропустит, дома, что там писали, да я перепишу, а это даже нужно нету, ни одной буквы не записали, я этих людей очень хорошо знаю, это тупость, боясь здесь сдвинуться где-то, а я и раньше такой был, но ты был неверующий, но когда Бога-то ты узнал, ты почему это не ищешь-то, я попутно хочу сказать, мне Бог позволил знать, в великих людей в жизни встречается, в великих, ну и какие, кто они были, министры какие-то, нет, пониже маленько, Красноярский край, город Канск, лютых, Георгий Иннокентьевич, смотри, тронешь, слепой, в 6 лет понес отцу обед, обратно, когда шел, в это время вода поднялась, стаяла, и прям по мазку, его водой сбило, и там на берег выкинул, песком, глаза, как у Ванги, ну, та-то ведьмой стал, а этот верующим, и чего только он не знал, даже вот сказать, ну, это невероятно, у него белки так открывают, вот там белые, нету вообще ни зрачков, ничего нету, он однажды слушал запись на пленке, он слушал вообще, у него магнитофон был, переплетал книги, делал печь, и дома строил, совершенно слепой, я не понимаю как, ну ладно, печьку я еще могу сделать, я сам пищник, но переплетать, я переплетчик, ну как, ну кто-то, видимо, подсказывал страницы, и он слушал мою беседу с отцом Дмитрием Дудко, с самой популярной священник, не Александр Мень, самый известный в России был, Дмитрий Дудко, остальные там позади, и он послушал, говорит, вот этот человек, кто говорит, а кто он такой, мы говорим, да это мирянин, ну а кто он такой, да это в Барнатоле, а кто он такой, Игнатий Лапкин, везите меня к нему, представь такую даль, и его привезла сюда женщина, привезла, на второй строительстве, 62-16 жили, и мы с ним были, сколько у него вопросов, если бы сегодня, я бы беседок состоял, десятки наверное, пока он все не узнал, не поехал, проходит маленькое время, опять подпоросил, третий раз, приезжает один, один через линию, там кто-то помог ему где-то пройти, я его навестил, поехал, и когда мы говорили, он от меня узнал про отца, Геннадия Фаста, и он сразу поехал в Венесейск, это вообще, при этом слепой, и отец Геннадий Фаст, преподаватель Томского университета был, закончил семинарию, академию, магистр богословия, говорит, я не мог найти границы, где кончается его знание у дяди Гоши, а почему, я начинаю считать, говорю, а вы на отца знаете, он говорит, Семена Яковлевича, да, он говорит, жил 27 лет, у него, говорит, хорошая паэма есть, христианка, я говорю, вы знаете, он начинает отвечать, а паэма на несколько страниц, он все читает наизусть, я думаю, дай-ка я его подкушу, я говорю, а Волошин как, а Максимилиан-то, у него есть такие стихи, даже хорошие, начинает говорить, я так и ахнул, так я говорю, а как вы знаете, я говорю, где были какие беседы, я узнавал, мне говорили, диспуты, я везде был, меня водили туда, у него жажда, и вот со мной разговаривает, а у него тут, ну, тумбочки такие, и там книги, он руку сунул, достал, а вот почитайте, вот в этом переводе как, вот Астрошская Библия как говорит, да это как, наизусть, я знаю жития святых, 1173 жития, но я не знаю даты, он все даты знает, я его ничем не мог удивить, за всеми пленками, какие я насчитал, он приехал, сделал специальный ящичек, приехал с ящичком, загрузил и увез, вот какие люди мне встречают, великие люди, слепой, он не стал просить милостыни, а он давал другим, он зарабатывал сам себе, как парализованный Сергей Козлов в Воронеже сейчас, это великие люди, на нашей жизни встречаются, если ты не меняешь свое мнение, упертый, значит там еще Духа Божия не было, где Дух Божий все меняется, всю жизнь торговали, Христос выкинул, обойдемся без торговли, православия нет, чтобы поднимали руки, мы поднимаем, у нас все время подвижно, надо быть талантливым, верить, талантливый, а не так, а я упертый, упертый, это не относится к Духу Святому, Дух Святой меняет мгновенно все, он жил, не знал, услышал, приехал, теперь молитва о нем, упокоил в обителях небесных, и фамилия какая, лютых, Георгий Иннокентьевич, я имел счастье знать этих людей, а вот говорит, я ему привозил по Евангелие, послание, по Брайлю написано, достал у меня, слепых я снабжал, там не знаю, наверное сотни книг были, я к нему привез, он уже читал, он ее взял, там написано, пупырьками такими, что-то кверх ногами развернул, вот так вот, подождите-ка, так, ага, вот, и начинает читать, считает, как будто бы глазами смотрит, а другой слепой, ни одной буквы не хочет знать, ладно, еще кланят все умеет, а то этого не умеет, я счастливый человек, мне Бог таких показал, показал людей, я их видел, своими глазами видел, видел приговоренных к расстрелу, во времена Берии, это были мои друзья, все, кого я называю, это мои друзья были, почему, потому что я все время понимал, что Бог силен изменить что-то, во мне было это, я сразу говорю, вот это я не знаю как, я все годы спрашивал, Дмитрия Дудкова, Александра Мения, Глеба Якунина, ну как царь, такой царь хороший был, Николай II, как он мог знать, с Гришкой Распутиным, я так думал, но пришло время, открылись данные про Григория Ефимовича, уже не Гришка он для меня, Распутина, я думаю, пророк России, как он мог, знаете, таким царем, которого вера-то была, малепусенькая совсем, хотя я его признаю святым, Николая и молюсь ему, я легко это переменил, а не так, я уперт и буду держаться, у меня нет такого, ни в одном месте, я держался, все время новое и новое знание, они что-то показывают, конечно, не веря во Христа, не веря, по отношению к разным людям, где-то узнаешь что-то новое, нет, я на этом стою, значит, там мертво, засохло, влаги нету, слезами размощались можно, и развеять, чтобы ничего не было, далее, если же кто пожелает принять первое толкование, а это отвергнет на том основании, будто оно не соответствует тому, что ранее сказано апостолом Павлом, тот пусть припомнит, что у него есть обычаи, говоря об одном, быстро переходить к другому, как, например, в послании Коринфянам, беседуя о трапезах, он перешел к речи о таинствах, о таинствах, Глотовский написал проповедь, проповедь написал по толкованию, каждый день, идет в храм и видит, культяпку выставил, посинел и сидит, просит милостынем, он мгновенно изменил себе это, и проповедь стал говорить о том, что надо людей этих подбирать, надо кормить, надо заботиться о них, а я твердый, я стою на этом, ну бых какой-то на пастбище, как это так? Ну ты видишь, что Христос творит чудеса, ты сразу пойми, что кто делал, тот ее же ты не досчитал здесь, вот оно, ибо несовершенен тот, жизнь, теперь я бухов считаю, без бухов нельзя знать грамоты, однако, как нельзя постоянно заниматься одними буховами, так нельзя постоянно быть наставляемым в вере, подобным младенцам и несовершенным, и далее, таким образом, таким образом, и теперь, высказывая, и в начале порицания за слабость и неспособность к восприятию более совершенного, обращаются к рассуждению об образе жизни, называя их несовершенными и за то, что не по вере расположили свою жизнь, комментарий Игнатия Лапкина, получатся в вере, в какой вере, конечно, в той, какую оставил нам Спаситель, и какую будет искать на земле, когда явится второй раз, не просто веру, их вер тысячи, а ту, которую Он принес, и поэтому все время надо до этого доходить, придя за церковью, Лука 18,8, Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Об этой вере мы познаем из Священного Писания, через чтение Библии и через проповедь по Слову Божию. Римский император Тит жаловался своим друзьям, что он напрасно прожил сегодня день, ибо не научился ничему новому и никому не сделал добра. Тем более, это касается христиан. Христианские учители восклицали, спешите, делай добро. Вера во Христа, поучение в вере есть дело, полагающее основание всем нашим добрым делам. Иоанна 6,29 Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Дело Божие. Так это вера и дела. А здесь веру называют делом. Вот и все. Грань стерта. Иклисях 4,17 Наблюдай за ногой твоей, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Наблюдай за ногой, ну и будешь смотреть. Я потерял новую рукавичку, на кладбище малину убрали. Я говорю, посмотрите, может, увидите где-то. Никто нет. Я гляжу, один стоит, уперся вот так и стоит. Я подошел, рукавичка лежит. Я взял, молча, молча, молча. Так вы сказали посмотреть. Я подошел, встал и смотрю. Он смотрит на нее. Ну я-то сказал, не для того посмотреть, а приглядитесь, а потом дайте мне знать. Стоит и смотрит. И никто это. Близкий мне человек. Ну, юноша совсем. Это уж прям по старобрядчески. До нас лежало тысячу лет, пусть дальше лежит. Зачем думать-то? Дальше. Если люди думают в храме Божьем только отстоять богослужение, то они не думают, что худо делают, не получаясь в вере. Если священники приходят только для того в храм, чтобы совершить богослужение и требы, а не для того, чтобы научить людей в вере, научаясь через это сами, то они не думают, что худо делают. Вот как. Вот это место я выдолбил несколько раз. Все на этом. Вот это место. Вот это место.